Из-за скачков напряжения Тамара Михайловна осталась не только без стиральной машины. Из строя вышла почти вся бытовая техника. У меня сгорела микроволновка, прям наша заискрилась вся. Потом два телевизора, внучка села на кухне и увидела. Бабушка говорит, что делается. А у Людмилы Сергеевны теперь не работают удлинитель, роутер, утюг и холодильник. Камера холодильник сгорела. Вызвала, 3000 отдал, опять скачнула. Теперь уже стараюсь не включать. Уже запасной у нас пришлось брать. По словам жильцов, техника перегорела практически во всем доме. Перебоевые электроэнергии люди терпят уже около двух лет. А в этом году из-за скачков напряжения загорели стены в одной из квартир и электроопора. Вот микроволновка сгорела. Аж прям не вспышкало и все. По подсчетам собственников общий ущерб составил 645 тысяч рублей. Вот только добиться компенсации горожане не могут. Кому-то ремонт придется делать после пожара, потому что там невозможно жить реально. Такой запах дома. Мы идем в управляющую компанию. Она нам пишет отписки, что они не виноваты. Управляющие компании заявили, что скачки напряжения случились во внешних сетях, за которые они не отвечают. Но помочь жильцам все же пытались. В этом году у них отгорелка на ноль. Мы запланировали то, что установили защитное заземление. Так как дом старый, у них этого не было произведено. Мы запланировали это все сделать. Скупили материал. Но вот, к несчастью, мы не успели это все сделать. Произошла такая авария. За сетями вообще долгое время никто не следил. Когда-то они принадлежали Шиловскому молокозаводу. Но он обанкротился. Около двух лет провода были бесхозными. В декабре прошлого года сети взяла на баланс администрация Березовского. Чиновники ищут тех, кто будет контролировать работу системы. Сейчас будем объявлять конкурсные процедуры на аренду либо продажу этого имущества. Есть понимание, что есть желающие вместе с трансформаторной подстанцией. Скорее всего, в ближайшие полгода будет закреплено за сетевой организацией. Решать вопрос компенсации в администрации готовы только через суд. Чтобы шансов выиграть дело было больше, юристы советуют жильцам подать иск о защите прав потребителей. Если люди обратятся с требованиями, которые будут обоснованы защитой прав потребителя, то время доказывания обратного, то есть отсутствие вины, будет на всех ответчиков, которые будут указаны. И кто не доказал, тот, собственно, и будет отвечать. Жильцы уже написали коллективное обращение в местную администрацию, жилищную инспекцию и прокуратуру. Юлия Анашкина, Кирилл Ростовский, Новости 4 канала.